Сергей Меликов ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире. Подобный онлайн-диалог с жителями глава региона проводит уже в третий раз. Количество вопросов, адресованных Меликову, превысило более пяти тысяч. Первые вопросы, как и следовало ожидать, были посвящены актуальным в последние недели проблемам в сфере ЖКХ. После аварийных отключений в начале года поступало большое количество звонков и сообщений о перебоях света, газа и воды. Жители республики интересовались, почему такая ситуация сложилась и что делается для ее исправления. И я абсолютно согласен с теми вопросами, с теми просьбами, с теми комментариями, которые мы видели и в социальных сетях, и в обращениях на имя главы республики, на имя тех руководителей, от которых эти проблемы зависят. Конечно, мы их будем решать. Немало вопросов главе региона поступило по поводу водоснабжения. По словам Сергея Меликова, процесс непростой и долгий, но власти намерены решить и эту проблему. Я однократно говорил о том, что у нас сегодня канал, наш знаменитый канал Октябрьской революции, он у нас такой многоцелевой, что он является и источником водоснабжения, и источником сброса сточных вод, и источником технической воды для полива и для каких-то иных технических решений. Конечно, это неправильно. Он изначально был построен как канал, который реализовал совершенно другие задачи, но никак не подачу питьевой воды. Поэтому мы после завершения объекта по черкейскому водоводу, канал Октябрьской революции, исключим как основной источник из системы водоснабжения наших крупных городов, прежде всего Махачкалы и Каспийска, а в дальнейшем и Сбербаша. Как я уже говорил, требуется время для реализации этого проекта, но мы, опять же, в соответствии с установленным графиком, этот объект ведем. Вопросы также касались благоустройства территории, вывоза мусора, газификации населенных пунктов и поддержки инвалидов. Особое внимание было уделено теме оказания помощи семьям участников специальной военной операции. Глава региона напомнил, что военнослужащие из Дагестана с самого первого дня принимают активное участие в боевых действиях. Пять героев России тому свидетельство. Поддержать и помочь их родным обязанность не только властей, но и каждого неравнодушного гражданина, подытожил глава. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...